Наступает год черного водяного кролика. Что нам от него ждать и в чем его встречать, мы сегодня узнаем у астролога Алёны Шуманович. Здравствуйте, Алёна. Здравствуйте. Прошел год. Казалось бы, это мгновение. Как вы провели уходящий прошлый год тигра? У каждого он, конечно, свой. У меня он был очень интересный, очень насыщенный. А у вас? Мне тоже. Вы знаете, я решила жить, не строить планы, а как идет, так идет. И, вы знаете, в этом преуспела. Много было поездок, командировок, каких-то интересных встреч, хотя даже не планировала. А давайте перейдем теперь к 2023 году. Какие будут особенности в этом году? Это уже не год тигра. Я думаю, что, может быть, у нас какие-то перемены лучше. Да, перемены будут. 21 января, согласно китайскому календарю, как раз наступает год кролика, ну или по-другому еще называется, черного зайца. А по персидскому календарю 21 марта только начинается Новый год, в день весеннего равноденствия. И это будет год павлина. А я вот прочитала, что год черного длинного кролика, он бывает раз в 60 лет. Поэтому я думаю, что нас ждет что-то особенное. Год предвещает перемены. Перемен будет много. Год будет проверять всех нас на силу духа. Изменится жизнь каждого человека. Поэтому тишины и спокойствия ожидать, ну, в грядущем году не стоит. Вы знаете, не мурашки по коже. Уже пандемию мы прошли. Началась специальная военная операция. Мы все волнулись, ждем окончания. Но, кроме этого, я прочитала, что многие астрологи еще предвещают и природные катаклизмы. Что-то с этим будет связано вот так? Да, 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 будет. Скорее всего, в этом году это уже проявится достаточно резко. Быстрее всего, что это будет уже резко. То есть оно до сих пор было в такой более плавно текущей, что ли, форме. Где-то что-то затопило, где-то горят леса. В этом году это будет ярче. Оно будет спонтанней. Нужно быть готовым к резким вообще поворотам судьбы. Потому что будут меняться судьбы людей, судьбы государств. Год проверочный. Изменения будут во всех сферах жизни. В прошлом году вы говорили, что неприятности будут в России. Вот, в принципе, ваш тероскоп у нас сбился. Какие в этом году прогнозы о России, о Беларуси, ситуация по Украине? По ситуации в Украине я думаю, что все продолжится так, как оно есть. Возможно, даже будет усиление этого процесса. Какой-то нажим. В России будет тяжело. Тяжелее, чем было даже до сих пор. Что-то будет легче, что-то будет тяжелее. Но я думаю, что того, что тяжелее, будет все-таки больше. И до какого времени, вы думаете, это будет происходить? Во всяком случае, весь 23-й год. Он будет проверочный. Все будет меняться. Ничего не будет стабильным. Ничего не будет похоже на то, что было. Сейчас идет слом старого мира. Все выстраивается по новой. Но оно еще не построено. Оно в процессе ломки. А вот я так понимаю, что поменяется общий мировой порядок. И есть ли какие-то правильные вызовы? Может образуется новый государство? Чтобы прямо новое государство, я так не думаю. Но, вы знаете, в этом году будет очень много искушений. Очень много вранья, соблазнов. За ними будет крыться много обманов. Для народа, именно, в первую очередь. Так темные силы будут играть с людьми. Это своего рода игра. Будет очень много лжеспасителей. Лжепророков. По древним поверьям, вообще, вот этот год, это год Антихриста. Именно этот год? Да. То есть, он проявится во всей своей красе. Прямо у меня мурашки пошли. Поэтому нужно быть очень внимательными. И понятно, что Антихрист – это же не какой-то там определенный человек. Это просто силы зла. И у них много представителей. Естественно, это не будет в виде, что человек вышел на сцену и заявил о себе, что он Антихрист. Соответственно, это какие-то искушения. Это какие-то игры закулисные. Надо просто наблюдать за тем, что происходит. Не вовлекаться в эту игру, а просто наблюдать. Пусть наблюдать. А какой совет вы можете дать людям? Потому что сейчас у всех, в принципе, такое состояние стрессовое у многих. И как людям найти золотую середину, чтобы продолжать жить и творить, и быть спокойными? Чтобы быть спокойными с силой духа, все это время нас проверяют на силу духа. И в Библии тоже про это сказано, про эти же времена, что потерпевший до конца спасется. Это проверка на силу духа. Не терять силу духа. Вы же видите, сколько было инфекций, сколько было заболеваний, сколько было проблем с закрытием границ. С потерей работы людей, с потерей бизнеса. Сейчас и в соседнем государстве проблемы какие, мы с этим совсем связаны. Но тем не менее, люди же все равно живут, продолжают рожать детей, делают какие-то проекты, создаются что-то новое. Что-то старое ломается, но что-то новое все равно создается. Жизнь убить нельзя. Полночь, вот в 0 часов 0 минут, солнце будет находиться в королевском градусе, в Козероге. Солнце всегда – это представители власти. Королевский градус – это мощь. Это помощь высших сил. Но она работает только тогда, когда человек соответствует этому. Если же не соответствует, всем абсолютно ясно становится, что человек не соответствует занимаемому посту. Происходит что-то, что может это проявить. Это вы имеете в виду в Новый год? Да, вот в 0 часов 0 минут гороскоп, который вступает в силу, да. Потом Луна будет находиться в тельце. Луна – это представитель народа. Телец – это материальные блага. То есть люди будут озабочены в первую очередь своими материальными благами, достатком, спокойной, в конце концов, в жизни. Вот это самое важное, что будет для людей. Но между ними немножко может конфликт возникать между Солнцем и Луной в данном случае. А у меня вопрос. Чем же все-таки заняться в 2023 году, чтобы это приносило прибыль? Вот я смотрела на прогноз прошлого года. Вы давали, что те, у кого было все, у них будет ничего так обозначено. И так случилось. Против многих богатых людей были санкции. Многие жалуются, отняли яхты. Вы говорили, что хорошо бы заняться творчеством. Что в этом как? Нужно ориентироваться на себя самого. Что ты конкретно умеешь делать? Ты сам. Независимо от того, что тебе диктует время. У каждого из нас есть свои определенные таланты, способности. Их нужно превращать в настоящее дело. Ремесленники все будут в тренде. А может быть, с медициной что-то людям пройти, не знаю, какие-то такие, чтобы помогать другим? В курсы? Можно, почему нет. Но единственное, что в этом году все еще прозрупина, отвечающая за медицину, она стоит в разрушительном градусе. Поэтому не исключено и даже скорее всего, что продолжится постоянная опасность вирусов и инфекций. На фоне того, что людей нужно спасать и лечить постоянно, может быть, ну как-то творчество проявить не очень сильно получится. Но, допустим, там медицинская косметология и так далее, я думаю, что это будет актуально. Кровь, как известно, быстро разглашается. Давайте поговорим о личной жизни, что ждет нас всех в следующем году в личном плане, в плане любви. Любви будет много. Люди устали без нее. Да. И даже перемещения будут возможны. И люди будут даже отдыхать. Очень многие люди будут переезжать. Они все-таки будут рассматривать вариант переезда. А кто-то будет возвращаться назад на родину, разочарованный в том месте, куда он ехал до этого. То есть снова вот это перемещение людей, оно продолжается. Но это любви не мешает. Единственное, что будет момент, и я расскажу подробнее, где Венера будет ретроградной, это будет некое такое возвращение старых связей. И многие пары сойдутся, которые еще год назад считали, что это невозможно никогда. Они снова встретятся и снова решат жить вместе. Я думаю, что когда такие кризисные времена, люди хотят быть в паре. Да, конечно. Все равно всегда человек хочет любви, он хочет света. И в этом году есть такая планета. Она на самом деле не планета, это фиктивная точка, белая луна. Она очень хорошей позицией будет находиться. Поэтому по итогу нас будут защищать силы света и силы добра. Они будут выходить на передний план, и мы даже будем ощущать это в реальной жизни, что нас ведут, вот прям под ручку подхватывают, не дают окончательно упасть. Это будет прямо ощущаться. Вот сейчас есть депозия, что в будущем поменяется общемировая система денег. Будут потрясения в банковской сфере. Будут потрясения, но я думаю, что окончательно, то есть смена текущих валют произойдет где-то не раньше 27 года. В этом году где-то в районе марта, во второй половине марта месяца скорее всего нам заявят о другой какой-то валюте, о том, что она начнет входить. Либо это будет цифровая какая-то валюта. Это где-то вторая половина марта. Но потрясения будут, но они не будут окончательными. Это еще не все, это еще процесс. Он еще длится будет. Алена, а можете дать такой точный гороскоп, что в этом году случится по каждому месяцу? Приблизительно какие-то хорошие происшествия или какие-то, может быть, не очень, чтобы мы знали и готовились к этому заранее? Значит, марта месяц. Он нас, возможно, сильно удивит. Возможно, резкое обострение эпидемиологической обстановки лапировых. И даже можно ожидать, наверное, каких-то массовых протестов не только у нас. Поэтому, если в этот месяц куда-то намерится ЕФ, все-таки лучше предостеречься. Смотреть новости. Да, да, пожалуй, так. Конец марта, начало апреля. Период грозит серьезными потрясениями в банковской сфере и на финансовых рынках. Те, у кого на валюте завязан бизнес, тут надо быть на чеку, то есть наблюдать за этим. Ну, во всяком случае, не ехать в отпуск в этот момент, а все-таки поучаствовать. Май окажется одним из самых сложных и запоминающихся периодов наступающего года. Уже где-то с середины мая обстановка начнет необратимо меняться. Начнутся перемены, которые не будут уже иметь хода назад. Здесь возможно практически все, что угодно. Здесь сказать однозначно, что это максимально сложно. Это от валютных крафов до военно-политической обстановки. От природных катаклизмов до государственных переворотов. От диверсий до дирактов. Вот это вот. Это мая, да? Да, с середины мая где-то это начинается. Поэтому, ну, надо нас пунктом держать. В июле, где-то в середине, ближе к середине июля, обострение военно-политической обстановки везде. В октябре. Там Марс формирует квадрат с Плутоном и переходит Скорпион. Это осложнение еще военной ситуации. Помимо того, что он остается, еще осложнение. То есть целый год хорошее? Да. Да. Нет, но хорошее всегда будет и оно присутствует. Я просто говорю те вещи, на которые стоит обратить внимание. В первую очередь предостеречься. Ну, хорошее, вы же понимаете, оно и так хорошее, что его предсказывают. Правильно? Оно будет и слава Богу. Традиционно негативными периодами считаются периоды затмений. Всегда каждый год. Конец апреля, начало мая, середина и конец октября. Вот это вот время, да? В это время возрастает вероятность чрезвычайных происшествий, катастроф, роковых всяких решений. Надо быть очень устаранными со своими решениями. Особенно выделяется солнечное затмение 20 апреля. Оно будет наиболее опасным. Его реализация, скорее всего, я думаю, произойдет с 17 по 20 июля. То есть оно не сразу сработает. Когда на небе выстраивается большой крест из солнца, плутон и лунных узлов. Это будет очень серьезная ситуация, критический период. Скорее всего, это военные конфликты и природные катастрофы. Социальные волнения. Летом нас ждет ретроградность многих планет. А многие дела придется поставить на палу. Просто остановить. Это не страшно, это просто время ожидания, да? Середина июля... Это маленькая жизнь, как говорят, лучше отдыхать. Да, да. Середина июля ретроградная Венера сменит фокус. Поэтому велика вероятность появления именно бывших партнеров. Осень будет достаточно сложным периодом. Многие из запланированных вещей просто не смогут развивать. Если что-то начать, это отложится в долгий ящик. Они будут работать. Положительным событием можно отнести выход Сатурна из знака Водолея. Это произойдет 7 марта. Он там постоял два года. Мы как бы тоже имеем отношение к этому. И наконец-то он оттуда выходит в марте месяце. Он был причиной многих жестких испытаний. И вот теперь он переходит в другой знак. А вот белая луна переходит в знак Овна. Это означает победу, сил добра и света. Это в марте месяце. Да, это означает помощь. Алёна, спасибо большое. Давайте теперь опустимся на землю. Наступает Новый год. В чем нужно встретить год кролика, чтобы он был дальше? В чем-то темном. Желательно, чтобы это было что-то блестящее. Как бы напоминающее мех. Ну и при этом это должно быть праздничное нарядное. Соответственно оно должно блестеть. Как блестит снег, то в соответствии еще и паре года должно быть. Желательно, чтобы кролика на столе, конечно, не было. Да, я хотела узнать, что должно быть на новогоднем столе. Все, что угодно, не кролик. На него можно нарядиться, да. А нарядиться можно? Можно, конечно, да. И можно еще наряжаться в кролика серебристого. То есть он может быть как зеркальным чем-то. Одежда такая зеркальная. А что должно быть в доме, чтобы привлечь удачу? Я вот вычитала, что даже такого маленького золотого кролика поставить где-то в кровати. Серебристого. А, серебристого. Серебристого. Либо если он будет черный, то он должен как лакированный быть какой-то. То есть с блеском. Обязательный блеск. Серебро. Алена, спасибо большое. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Всем любви и взаимопонимания. В том числе света, добра, здоровья. Всего самого хорошего. И не забывайте, fashion is all profession. Проведи лучшие моменты жизни в спа-центре отеля «Виктория». Бассейн, финская сауна, хамам. Косметические процедуры. Спа-уходы за лицом и телом. Маникюр. Педикюр. Модные стрижки и окраски. Лазерная эпиляция. Профессиональный массаж. Стоун-терапия. Солярий. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. Спа-центр отеля «Виктория». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова